Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Благослови, святейший владыко! Благословен Бог наш, всегда, ныне и пресно, и во веки веков! Благослови! Благослови! ПЕСНЯ 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 Пресвятую, Пречистую, Греб Благословенную, Славную Мудычицу Нашу Богородицу и Престадеву Марию, Со всеми святыми помянувши, сами себе и друг другу, И весь живот наш, Хресту Богу, предадим. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и вовеки веков. Греб Благословенную, Славную Мудрой, 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Ваше Святейшество, чтобы от лица полноты Церкви выразить вам горячую сыновнюю благодарность за ваше исключительное первосвятительское служение, которое несет мир, единомыслие и спасение. Позвольте пожелать вам, Ваше Святейшество, многое и благая лето! Ваше Святейшество, сегодня, в день светлого воскресения Господа Иисуса Христа, от лица православных, молодежных объединений столицы выражаем свои искренние и трепетные поздравления с этим великим праздником и приветствуем вас вечно радостными словами пасхального приветствия! Христос воскресе! Поистину воскресе! Минувший год был непростым для всех нас. События, происходящие в нашей стране, направленные на то, чтобы посеять вражду и злобу между дружными народами нашего многомиллионного государства, посеять в душах людей страх, ненависть и разделение не достигли своей цели. Эти трудности сплотили нас и показали лучшие качества россиян, умение прийти на помощь и совершить подвиг, не растерявшись в самую страшную минуту. Однажды, обратившись с детям и молодежи, вы подчеркнули, что наша религиозность в 21 веке будет претерпевать много искушений. Поэтому мы должны быть сильными в вере. Православная молодежь выполняет свой христианский долг, молится, трудится на своем месте, поддерживает и оберегает тех, кто рядом. С Вашим святительским благословением, укрепляемой силой Божией, участвуя в различных проектах, реализуемых для православной молодежи, мы имеем возможность нести свет христианской веры, Божьей правды всем, кто сегодня окружает нас. Ваше святейшество, я являюсь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации и представителем центрального викариатства. А я студентка Академического музыкального училища Примосковской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского и представитель молодежи Северо-Восточного викариатства. И мы сердечно благодарим Вас за активное участие в жизни молодых людей, за Ваш пример непоколебимой веры, любви, терпения и твердого служения Святой Матери Церкви. Сегодня вместе с Вами и со всей полнотой нашей Русской Православной Церкви мы молимся, чтобы воскресший Господь даровал нам всем светлейшие пасхальные радости, освящая наши жизни светом любви, попирая дьявольскую силу и прогоняя всякого супостата даже в самые темные моменты на нашем пути. От всего сердца молитвенно желаем Вам, чтобы Господь хранил Вас в здравии и благополучии на долгие годы, чтобы Всесильный Своей рукой благословлял и управлял Ваши труды во благо Церкви, Отечества и всего нашего народа. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Дорогие владыки, отцы, братья и сестры! В этот пасхальный день, когда мы все вместе собираемся в Храме Христа Спасителя, чтобы прославить Воскресшего, особое всегда чувство у меня, как у Предстоятеля Церкви Града Москвы и всей Церкви Русской. Потому что представляю, что не только наполненный храм Христа Спасителя, не только большое количество духовенства, которое я вижу перед собой, но ведь во всех десятках тысяч храмов на просторах исторической Руси, на просторах каноническое попечение, которых осуществляет наша Церковь, собираются люди. Для того, чтобы прославить Господа Воскресшего, чтобы причаститься к святых Христовых тайн, чтобы зарядиться этой великой божественной энергией, которая передается нам и через Таинство Церкви, и через само пасхальное торжество. Пасха – это победа Христа, как мы знаем, над дьяволом, над смертью. Но соучастие в пасхальном торжестве – это ведь также и наше соучастие в этой победе. И это мы должны помнить тогда, когда особенно проходим через скорбные обстоятельства нашей жизни. Нету человека, который бы через такие обстоятельства не проходил. У каждого, как говорится, свой крест, своя скорбь. И иногда нам кажется, что вот этот наш крест буквально невыносим, и хотелось бы действительно от него избавиться. Иногда люди теряют и веру, и надежду, упование на Господа. Но так поступают те, у кого вера слабая. А те, кто живут сильной верой, никогда не сокрушаются под тяжестью скорбных и тяжелых жизненных обстоятельств. И примеры нашей истории свидетельствуют об этом. Я родился сразу после Великой Отечественной войны в городе Ленинграде, и мои родители пережили ленинградскую блокаду. Я об этом уже говорил. Говорил о том, что даже тогда, в это страшное время, когда люди умирали от голода, когда бы не было как будто бы никакой надежды на возвращение к обычной жизни, и тогда храмы были переполнены в блокадном городе. И тогда Пасха Христова торжественно праздновалась голодными, умирающими от голода людьми. Я не могу без трепета говорить об этом, потому что мои самые родные и близкие люди пережили эту страшную блокаду и были свидетелями тех испытаний, которые выпали на долю нашего народа. Сегодня мы живем по милости Божией в благополучное время. Никто не притесняет православных людей, никто не требует от них отказаться от веры, как это еще было в сравнительно недавнее время. Мы имеем возможность открыто исповедовать веру. Во главе государства православные люди. И это тоже является милостью Божией. Не безразличные, не нейтральные по отношению к православию, а члены нашей Церкви. За последние десятилетия, практически на протяжении большей части века 20-го, об этом даже подумать было невозможно. А сегодня это реальность. Поэтому мы с вами действительно вступили в эпоху несомненного духовного благополучия народа. Но знаем, что ведь и в старые времена народ наш проходил через эпохи такого благополучия. А потом произошло то, что произошло. И веру потеряли, и святыни свои разрушили, и от Бога отказались. Но потом, пройдя через великие испытания, снова вернулись к Господу. И снова жила наша русская православная Церковь. Вот наученные этим историческим примером, мы должны помнить, что очень многое зависит от нас. Насколько мы действительно живем нашей верой. Насколько мы действительно способны исповедовать эту веру. Насколько она действительно оплодотворяет нашу жизнь. И если каждый, задавая себе эти вопросы, почувствует, что не все так благополучно в его духовной жизни. Вот как раз сейчас и мы проходим через то время, когда с большей пользой и с большими возможностями можно откорректировать свою жизненную траекторию. Таким образом, чтобы вера православная действительно стала главной направляющей силой нашего движения. И чтобы движение это предполагало встречу с самим Господом. Дай Бог, чтобы было так. И народ, наша страна, наша заслужила этого. Своей очень непростой трагической истории, своим тяжелым прошлым. И сегодня еще раз хочу сказать, наслаждаясь миром, благополучием, мы не должны забывать благодарить Господа за эти милости. И просить Его о том, чтобы Он сохранял свое благословение над землей русской, над народом нашим, над церковью нашим. И чтобы никакие враги и супостаты, никакие искушения дьявольские не могли бы нас сдвинуть с этого спасительного пути. И вот празднование Святой Пасхи в эти дни, переполненные храмы народом, даже телевизионные передачи, реакция прессы, средств массовой информации, благожелательное, очень с большим сочувствием и вниманием, относящиеся к происходящему в стране, всенародному празднованию Святой Пасхи, – все это действительно знаки определенных глубинных изменений в жизни страны и народа. Будем молиться о властях наших, о православном нашем президенте, о тех, кто несет ответственность за настоящее и будущее страны, о воинстве нашем, которое и сегодня стоит не теоретически, а очень, что называется, по-настоящему на защите священных рубежей Отечества. Да хранит их Господь от всякого врага и супостата. И да благословляет воскресший Спаситель всех нас, весь наш народ, помогая нам укрепляться в вере и с дерзновением и надеждой на Его помощь, смотреть в будущее и идти по этому пути. Мы не знаем, каким будет этот путь, но мы просим Господа, чтобы это был путь мира и спокойствия и благополучия и для страны, и для народа, и для каждого из нас. Мне хотелось бы в этот день преподнести для нашего кафедрального храма Христа Спасителя вот это драгоценное Евангелие, старинное Евангелие, в замечательном, драгоценном окладе. Мне какой-то очень состоятельный человек подарил это Евангелие. И когда я взглянул на эту красоту, то понял, что уж совсем это замечательное Евангелие не для моего домашнего крестового храма, а что надлежит ему быть в главном храме Русской Церкви, в храме Христа Спасителя. И сегодня я с радостью преподношу эту святыню к кафедральному храму Христа Спасителя с надеждой на то, что до скончания века будет пребывать эта святыня на престоле всего храма. И да помогает всем нам Господь, дорогие мои. Ну, а не могу не сказать и еще об одном очень важном событии. Я вам уже рассказывал о том, как мною был обретен чудотворный московский образ Казанской Божией Матери. Тоже ведь чудо. Находился образ не где-то там, на каких-то светских площадках, в каких-то светских хранилищах, а находился он в резиденции Патриарха. Но находился среди прочих икон. Есть такое место, где складываются иконы, которые преподносятся к патриархам. Затем эти иконы передаются в храмы. И вот среди этих икон был вот тот образ, о котором я уже говорил. Меня он поразил. И первая моя мысль, я уже тоже об этом говорил, но повторюсь, была вот какой, что как же научились наши художники подделывать иконы под старину. Ну, точно прямо как, ну, 17 век. А потом, когда я взял эту икону, то понял, что это никакая не подделка, а это подлинная икона. И второй такой нет. И что это та самая московская, казанская икона Божией Матери, которую считали похищенным из Казанского собора на Красной площади, или даже уничтоженной. Она явилась. Мы ведь сегодня начинаем крестный ход. И мне хотелось бы, чтобы этот крестный ход, который пройдет по городам и весям всей России, тоже приносил в эти места эту святыню, Казанскую икону Божией Матери. Поэтому просил бы у строителей крестного хода принять этот образ, беречь его во время путешествия, совершать молебны перед ним, и рассказывать об истории этого образа, чудесно явленного в наше время с вами, как знак милости Божией, как знак любви Богородицы к народу нашему и к Церкви нашей. Прошу принять этот образ. Прошу принять этот образ и пронести его по городам и весям нашей страны. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ